В этом выпуске речь пойдёт о Всеволожске и его окрестностях. Дороге жизни 75 лет. Где в Ленинградской области находится столица условных рефлексов. Национальный автомобильный музей площадью полтора гектара. А также первый в России музей кошки. Здравствуйте, друзья! 76 метров и 362 ступени. Я поднимаюсь к линзе Осиновецкого маяка. Это самый высокий традиционный маяк в Европе. И в этом году ему 106 лет. Вид сверху, говорят, потрясающий. Сейчас мы в этом убедимся. Всё, что вы видите здесь, это всё оригинальное. Всё сделано в Париже вместе с линзой совсем. Привезено сюда и установлено здесь в 1910 году. Мы сейчас находимся на полюсе холода Всеволожского района, потому что именно здесь он расположен в середине ноября. На вершине Осиновецкого маяка дует так, что я рыдаю от радости. Сильно раскачивается он во время вреда? Нет. Где-то метр, наверное. Но это надо очень сильный ветер, чтобы он так качался. Потому что он спроектирован так хорошо, что он стоит. У него же свинцовая подушка под маяком. Он не может сильно раскачиваться. Летом здесь холодно. Того, что стены очень толстые за зиму. Промерзает, и летом он не успевает прогреться. Здесь прохладно хорошо. Во время войны здесь люди прятались от бомбёжки. Прям в стволе маяка стояли. Во время блокады Ленинграда Маяк стал одним из ключевых пунктов на легендарной дороге жизни. Спустя 4 дня после блокады в порт Осиновец прибыла первая баржа с продовольствием. К концу 41-го года через порт в город было доставлено около 20 тысяч тонн грузов. А сейчас, подалёку от маяка, находится музей, который так и называется – Дорога жизни. Два года назад музей Дорога жизни помещался в небольшом деревянном доме. После масштабной реконструкции на берегу Ладожского озера появилось несколько современных построек. Сам музей переехал в здание за моей спиной, оно выполнено в форме осколка льдины. Пока помещение закрыто для посетителей, и мы одни из первых, кому удалось там побывать. Внутри здания льдины – просторные светлые залы. Площадь музея увеличилась как минимум в два раза. Теперь там появились новые экспонаты, для которых раньше не было места. Пока готов только первый этаж, а есть ещё и второй. Так что даже те, кто уже бывал в музее, могут открыть для себя много нового. Это в первую очередь стрелковое оружие нашей армии. Это вершиня винтовка Мосина, автоматы ППШ Дегтярёва, пистолет-пулемёт Симонова, пулемёты Максим. Далеко не все знают, что пулемёты на самом деле называются Максим по имени их британского изобретателя Сайрима Стивенса Максима. И что оружие во время войны делали даже на заводе детских игрушек. Об обороне Ленинграда и дороге жизни напоминают самые неожиданные предметы. Отгадать, что это, не всегда возможно без подсказки. Часто вот посетители спрашивают, что же это у вас такое. Это обыкновенный кусочек торфа. Морозы ведь пришли очень рано, и вот женщины, стоя по колену в этой ледяной воде, лопатами добывали этот торф. И они вот должны были заготовить в сутки до 48 вагонов торфа. И этот торф шёл для отопления, для работы электростанции в блокадном городе. Александр Войцеховский, заведующий и старейший сотрудник музея, знает множество печальных и удивительных историй о дороге жизни. Были времена, когда он работал здесь один. Сейчас штат увеличился до 17 человек. Посетители уже могут попасть в корпус, где выставлена техника времён блокады. И в интерактивное кафе с тиром и полуторкой, в которой можно совершить виртуальный тур по Зимнему Ладожскому озеру. А главное музейное здание планируют открыть к Новому году. 19 тысяч человек и около 4 тысяч автомобилей работали на военно-автомобильной дороге номер 101, которую мы с вами знаем под названием «Дорога жизни». Вот здесь, во Всеволожском районе, есть памятник полуторки, ведь дорога жизни проходила именно здесь. А вот и сама легендарная полуторка, которая спасала жизни ленинградцам. И у нас сегодня есть возможность вместе с Анатолием немного проехаться на этом автомобиле. А поедем мы на полуторке к, наверное, самому важному монументу на дороге жизни, который называется «Разорванное кольцо». Мы едем к монументу «Разорванное кольцо», который находится на 40-м километре дороги жизни. В этом месте раньше начиналась переправа через Ладожское озеро. Именно там по льду проезжали полуторки. Это две бетонные арки высотой 7 метров и весом 32 тонны. Автор памятника – Константин Михайлович Симон. За два года здесь произошло 357 провалов машин под лёд. Водители не надевали сапог, тяжёлых вещей, не закрывали двери, чтобы успеть выпрыгнуть. Всего из Ленинграда на этом участке пути было эвакуировано почти полтора миллиона человек. Полуторка, да? Газ АА. Значит, они работали на дороге жизни. Были лёгкие. Вначале они, когда начинали работать по тонкому льду, просто брали несколько мешков. А когда лёд укреплялся, значит, они грузили и полторы, и чуть больше. Придумывали даже сани, волокуши там цепляли, чтобы разгрузить лёд. Сегодня можно не только представить, но и увидеть на экране планшета, как функционировала дорога жизни. Это стало возможно благодаря технологии дополненной реальности. Именно с её помощью петербургские разработчики создали специальное приложение, которое так и называется, Дорога жизни, позволяющее путешествовать по всей дороге жизни и с помощью 3D-очков или без них, как я сейчас, смотреть, как всё было устроено. Конечно, основная цель программы – это обучение, чтобы подрастающее поколение понимало, о чём идёт речь, когда произносят два слова «Дорога жизни». Сказочной красоты деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы стоит на самой границе города и Всеволожского района. Это точная копия храма на Ватегорском погосте, сгоревшего в середине 20 века. Многие думают, что он стоит на историческом месте. На самом деле здесь не было ничего. Болото, усадебные земли. Всё. Удивительно, но факт. В Петербурге подобных многоглавых церквей никогда не строили. Покровскую церковь венчают 25 куполов. Историкам известно только о трёх таких храмах, созданных одной и той же артелью мастеров на севере России. В Кижах, Архангельской области и в Итигорске. Здесь вообще нет старинных вещей. Это концепция реставраторов. Все они только повторяют исторические образцы, многие из которых выглядят непривычно на современный взгляд. Исторически они так и назывались, точные свеча. Как правило, бралось бревно, расписывалось. На них делалась медная или оловянная накладка, песок. И вот таким образом использовалось для богослужебных целей. Ставили свечки именно в песок. Сохранившиеся фотографии позволяют воссоздать убранство церкви таким, каким оно было до пожара. Интересно, что при 40-метровой высоте сооружения высота внутренних сводов невелика. Можно предположить, что есть ещё один верхний храм, но нет. Огромное пространство занимают технические конструкции. Внутри идут глобальные, очень мощные балки связи, которые передают с одной стенки ветровую нагрузку на другую. Если пространство над головами прихожан отдано строительной инженерии, то под ногами происходят настоящие чудеса. В подвале снималось множество фильмов о древней и средневековой Руси. Дружина, соляной бунт, Распутин. Зал преображался то в царские палаты, то в Боярскую думу. Сейчас сюда могут попасть только ученики воскресной школы. Но скоро здесь заработает общедоступная выставка фотографий порталов разных вариантов оформления главных входов в храмы. Рядом за маленькой дверью прячется мастерская. Здесь работают художники и резчики. Сейчас они как раз оформляют вход в будущий музей, который откроется в соседнем здании, в доме купца Костина. Мы весь дом отдаем под музей. В амбарной части будут экспозиционные залы, а на втором этаже будут комнаты купеческие, меблированные, а первый этаж будет горница, где мы предполагаем проводить всевозможные мероприятия. В ансамбль и садьба Богословка входит колокольня 17 века постройки из Нижнеуфтюгского погоста. Обратите внимание, не из Устюга, а из Уфтюга, Оланецкой губернии. Здесь каждые 15 минут звонят колокола, но это происходит без участия звонаря. Все делает автоматическая система, коррельон. Поэтому, увы, посетителям сюда подниматься нельзя, даже на пасхальной неделе. По проекту уже через два года в Богословке начнут работать музей, кузница и плотницкая мастерская. А в будущем здесь могут появиться еще 30 деревянных построек, копий архитектурных памятников, чтобы сохранить для потомков традиции русского зодчества. «Моя вера – это вера в то, что счастье человечеству даст прогресс науке», говорил ученый, физиолог, дважды лауреат Нобелевской премии Иван Петрович Павлов. Мы с вами в столице условных рефлексов. Именно так называли колтуши в 30-е годы 20 века, когда Иван Петрович проводил здесь свои знаменитые эксперименты по изучению условных рефлексов. История научного городка в Колтушах начинается в 1923 году, когда по инициативе Павлова здесь был создан питомник. Сегодня территория в 100 гектар включает в себя полноценные лабораторные здания, Павловский мемориальный комплекс, научную библиотеку, жилую инфраструктуру и парк. Отсюда можно видеть веранду и окна комнат, в которых с 1933 по 1936 годы жил Иван Петрович Павлов. Здесь же, на втором этаже, была расположена лаборатория, а сейчас музей. Мы находимся вот на этой веранде. Именно здесь находился художник Нейстеров, неоднократно приезжавший в гости сюда, в Колтуше, к Павлову. И вот Иван Петрович Павлов, когда был чем-то очень сильно недоволен или вздолоного, он вот так характерно кулаки выставлял. И художник, вот именно тот характерный Павловский жест, вот его позу именно, все родственники, все друзья, которые знали очень хорошо Ивана Петровича Павлова, когда увидели этот портрет, сказали, вот это Павлов. Это так называемая звуконепроницаемая камера, специально создана для того, чтобы исследовать условные рефлексы. Там находился экспериментальное животное, у которого вырабатывался условный рефлекс на свой, соответственно, раздражитель. Тут есть вот колокольчик, звонок, зумер, метроном когда-то работал. И на этот сигнал, соответственно, выделялся желудочный сок. Количество желудочного сока вот измерялось вот по этой шкале, и здесь он собирался. То есть это впервые сделана попытка, как измерить вот наши некие процессы. Сегодня в научном центре продолжаются теоретические и практические исследования. Значит, это исследование способностей обезьян. Интересно представляет сама возможность обучения обезьяны. Мы исследовали на человеке эти тестовые стимулы. Мы показываем, что обезьяны, некоторые обезьяны, справляются даже лучше некоторых человеческих индивидуумов. Заканчивая наш сегодняшний рассказ об Институте физиологии имени Павлова, хочется сказать о потрясающей атмосфере. Казалось бы, от шоссе, ну, буквально минута на автомобиле, а здесь как будто совершенно другой мир и очень приятный парк. Заезжайте, посмотрите сами. А мы от новостей науки переходим к нашей афише, которая расскажет о том, что интересного будет происходить в ближайшее время. Финист Ясный Сокол. Всеволожский дом культуры, 26 ноября. Государственный детский академический театр у Нарвских ворот во Всеволожске со спектаклем по мотивам русских народных сказок. В год российского кинематографа в Сосновоборском музее современного искусства тематические лекции о кино. Во что играли дети, когда не было компьютеров и мобильных телефонов? Игрушки и развлечения 20 века на интерактивной выставке «Волшебный фонарь». Коляска, бричка, дрожки, тарантас, возок, сани – экипажи 18-го и 19-го веков, в которые можно забраться на выставке в поселке Вырод. Аркадий Шелклопер, Сергей Старостин, Сергей Шнуров, Василий Гирелло, Фабио Мастранжело, Леонид Лейкин и другие музыканты на юбилейном вечере «Серем квартета». Своя собственная фабрика грез недавно появилась в Театре Комедианты. Новый спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева «Дримворкс» рассказывает о мире людей в поисках мечты. О голливудских фильмах напоминает и сюжет, и использование видеопроекций в оформлении сцены. Действие пьесы происходит в Америке. Компания друзей пытается вытянуть своего приятеля Дэвида, потерявшего жену из депрессии. Все усилия оказываются тщетны до тех пор, пока главный герой не встречает девушку по имени Элизабет. В отличие от ранних работ Вырыпаева, «Дримворкс», написанная в 2013 году, больше похожа на традиционную драматургию с элементами мюзикла и рассуждениями о мире популярной культуры. Один раз я ее прочитал как комедию, а второй раз как почти что трагедию. И этим, можно сказать, как-то она запала особенно. Режиссер постановки Артем Петров. Для него это первый спектакль. Перед тем, как поступить в театральный, он закончил философский факультет. Несмотря на два образования, во время работы пришлось учиться снова и пройти практический курс, как вдохновить артиста. Осваивать эту дисциплину помогал художественный руководитель театра Михаил Левшин. Желательно говорить конкретные вещи, не общеэстетические, а обстановки, ритмы, а вот о том, что болит живот. Знаете, извините, какие-то простые вещи, холодно, не знаю, какие-то простые вещи, которые мы унаследовали, начиная с русской психологической школы. Премьера прошла на сцене театра имени Комиссаржевской. В «Комедиантах» хотят расширять географию выступлений и осваивают разные площадки. К тому же, большая сцена больше подходит атмосфере голливудского кино, как бы ее не понимали авторы спектакля. Премьера на сцене самого театра «Комедианты» пройдет 25 ноября. Глинка, Пушкин, Грибоедов, Гнедич, Жуковский, Крылов. Что объединяет всех этих великих людей? А то, что все они бывали в доме из красного кирпича, в усадьбе Приютина. Радушным хозяином, который был президент Российской академии художеств, директор национальной библиотеки Алексей Николаевич Оленин. Зайдем в гости и мы. Крылов Иван Андреевич был одним из ближайших друзей Алексея Николаевича Оленина. Иван Андреевич, конечно, был одним из главных столпов Оленинского кружка. И душой, если угодно, телом этого Оленинского кружка. И здесь, в этой комнате, много вкусно ели. Вот стилистика Демьяновой ухи. И если вы почитаете Демьянову уху, вот лещик, потроха, вот стерляди кусочек, от кружки сосед. И Иван Андреевич давал, так скажем, волю своим чувствам в стиле Гаргантюа и Пантагриэля. За такого рода инструментом сидели и Алябьев, и Глинка, и Александр Сергеевич Грибоедов. Александр Сергеевич Грибоедов играл здесь свои вальсы. Его провожали с этого дома в его окончившейся трагедии. Вояж на дипломатическую службу в Тегеран, в Персию. Вот только несколько историй, которые мы успели вам рассказать за время этого небольшого сюжета. Отсюда, из Приютина. Уверен, что их здесь гораздо больше. Вам стоит проверить самим. И хорошим поводом приехать в Приютино может стать моноспектакль «История села Гарюхина» в исполнении Сергея Барковского, который пройдет здесь в начале декабря. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Проезжая по Колтушскому шоссе в районе дома номер 40, обязательно загляните за синий строительный забор. За ним скрывается удивительное место – историко-краеведческий музей. В самой дальней части огороженной территории прячется небольшое здание. Вот оно. И там вас встретит замечательная женщина – Марина Семеновна Ратникова. Музей – дело всей ее жизни. Он открылся в 88-м году. Марина Ратникова – историк и краевед, почетный гражданин города Всеволожска, сама создавала экспозиции, искала и покупала экспонаты. Среди них есть старинная одежда, предметы быта. Одной из стен, как в Эрмитаже, занимают портреты героев Отечественной войны 1812 года. Тех, кто родился или был связан со Всеволожском. Из 326 генералов, больше 8 приходится на Всеволожскую землю. Копии картин пенсионерка заказывала за свои деньги. Вот, например, пополнила, 125 лет было нашей земской первой больницы. И не было портрета первого земского врача Вячеслава Маркировича Зачика. И случайно нашла в Петропавловской крепости. Несмотря на трудности, музей работает. Его бессменный директор проводит экскурсии, рассказывает об истории района, разрешает полистать приходские книги конца 19 века. Если корни вашей семьи связаны со Всеволожском, можно попытаться найти на старинных страницах имена своих предков. Раньше экспозиции располагались на двух этажах в шести тематических залах. Но 15 лет назад, когда по соседству началось строительство многоэтажки, здесь случился пожар. Ночь на 13 октября 2000 года был грандиозный пожар. Я с самого начала до конца была здесь. По первому этажу пожарные 28-го отряда Санкт-Петербурга все спасли. А по второму все было уничтожено. Стою и не знаю, что я делаю. Все сгорело. Чтобы отремонтировать здание, женщина продала свою квартиру в мельничном ручье. Денег хватило не на все, и часть уцелевших экспонатов погибли не от огня, а от сырости. И вот в погребе, где были экспонаты, там мебель у меня была закуплена в Токсово. Вы знаете, в таком хорошем состоянии. Я так радовалась, потому что так все это пополнилось хорошо в зале. И полтора года в погребе все ром, все развалилось. 28 с половиной лет стараний увенчались победой пенсионерки. Теперь она ходит на работу через стройку. Началась реставрация дома 43-х героев, он же бывшее здание сыроварни Фредерикса, которое женщина так хотела сохранить. Именно туда по советскому проекту и должно было переехать детище Марины Ратниковой. Работы планируют закончить через год и устроить в исторических помещениях большой музей Великой Отечественной войны. Вот не приспособила я этот склад бы 28 лет тому назад и вообще бы никакого музея не было. Найдется ли в будущих залах место краеведенью, пока неизвестно. Но 80-летняя Марина Ратникова не сдается и не теряет надежды. Попасть в музей и поговорить с этой удивительной женщиной можно один раз в неделю по воскресеньям. Или по предварительной договоренности. Всякий петербуржец, конечно, легко узнает пролеты этого моста. Раньше они были перекинуты через обводный канал, это американские мосты. А находятся они в микрорайоне Южный, недалеко от Всеволожска, где территорию делят два музея, готовящихся к открытию. Национальный автомобильный музей и музей «Битва за Ленинград». Это восстанавливается самолет МиГ-3 в честь летчика Севастянова, героя Советского Союза. Погиб он здесь недалеко, под деревней Рахья, Всеволожского района. Погиб, защищая дорогу жизни. Остатки самолета разошлись по многим музеям страны. Какие-то детали есть у нас, и сюда вкраплены этот экземпляр. Личное оружие, которое было найдено на теле, здесь также представлено ракетницей. Ну, представлены автомобили, в том числе и те, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Например, поставлявшиеся нам по ленд-лизу студы Беккеров. Именно на них ставили установки БМ-13 «Катюша». На базе полуторки был разработан автобус, до войны перевозивший пассажиров. В данном случае представлена санитарная машина, которая предназначена для перевозки раненых, либо четыре носилок размещалось, либо двой носилок и сидячие места. В коллекции готовящегося к открытию музея более 300 гражданских автомобилей. Есть полноприводный 408-й «Москвич» или вот этот 412-й в оригинальной окраске. Ну и, конечно, любителям советского кинематографа этот автомобиль точно поднимет настроение. Где этот чертов инвалид? Не шуми! Ну и так дальше по тексту. Глупо было бы не провести эксперимента и не попробовать залезть внутрь этой мотоколяски. Вот так вот, ас! Вот! Собственно, можно ехать. За многие годы, то есть экспедиции, которые организовывались музеем, мы выезжали в лес и доставали это практически из болот, из лесов. А сейчас это вот даем им вторую жизнь. А детали какие-то вы изготавливаете сами, которые вы достаете? Ну, вот конкретно в этих машинах, то есть мы стараемся где-то вот что-то целое, то есть все здесь оригинальное, здесь ничего новодельного. Это все вот, все родное вот дошло, сохранилось. И все работает? И все работает, да. И сохранилось, обратно. К сожалению, музеи для широкой публики пока еще не открыты. Надеемся, что это скоро произойдет, зато исключение делают для организованных групп школьников и студентов. Подробности можно узнать в интернете. И здесь же на территории музеев работает детский патриотический клуб. Ну, а мы продолжаем наше движение. 4 ноября серо-белый в прошлом эрмитажный кот Федор сбежал из Всеволожского музея кошки. Пропавшего обнаружили через несколько дней прятавшимся в детском домике вместе с небольшим щенком. Кот и пес вернулись в музей кошки. Об истории с хэппи-эндом мы вам уже рассказали. А о музее кошки расскажем прямо сейчас. Музей кошки находится на Колтушском шоссе в одном здании с ветеринарной клиникой. И его хорошо заметно с дороги. Выставка начинается уже во дворе. А зайдя внутрь, посетитель попадает в настоящее кошачье царство. Гостей музея кошки встречают сразу 8 котов. Вот это кошка-плюша британской породы. Это эрмитажный кот Федор. А это персидская кошка Мэри, хозяйка музея, которая живет здесь с самого дня его основания. Остальные 5 хранителей залов присматривают за экспозицией и ждут экскурсантов там. Сюда отправились на заслуженный отдых несколько эрмитажных котов, уставших от несения службы. Остальных подбирали по принципу максимальной непохожести друг на друга. Очень необычная. Это Корниш Рекс. Ее зовут Латифа. Удивительно красивая кошка. Она трехцветная. И шерсть у нее растет такими волнами. Она как барашек, как каракуль. Если глаза, в отличие от котов, разбегаются в разные стороны, то выбрать, кого лучше погладить, можно с помощью специального приспособления. Оказывается, в астрологии есть такое малоизвестное направление – кошачий гороскоп. Я по знаку зодиака – рак. Значит, мне подходит вот такой черный кот с белым воротничком. Удивительно, но факт. Еще 150 лет назад увидеть кошку можно было только в богатом доме. Для простых людей это был экзотический зверь. Например, в оригинале русской народной сказки «Репка» мышка тянула за жучку. А жучка – за внучку. Сказка впервые была опубликована в 1863 году без кошки. Там мышка сразу за жучку. А в сказку кошку добавили, когда она уже набрала обороты популярности. То есть, когда она стала более известной. Знаете, что за хищение кошки полагался штраф в 3 гривны. Например, за жеребца всего 1 гривна. Вы представляете, жеребец ценился меньше, чем кошка. Уголок, посвященный истории кошки в Древней Руси – гордость музея. Здесь можно увидеть изображение усатых и полосатых в лубках. Еще один раритет – эрмитажная кошка с котятами, написанная маслом в конце 18 века. Неизвестный художник увековечил охотницу за мышами в подвале Зимнего дворца. От экскурсии здесь лучше не отказываться. Пропустите массу всего интересного. Большинство экспонатов в музее – это дары посетителей. Я тоже принесла в подарок своего кота. Скажите, пожалуйста, вы возьмете такого? А чем уникален ваш котик? У него есть какая-то история? Или, может быть, он просто сам по себе очень старый котик? Просто красивых котов в дар не берут. Экспонатов в фондах уже очень много – больше трех тысяч. Для попадания в музей предмет должен быть уникальным. У нас есть вышивка, старинная работа – это старинный болгарский крест. И женщина, которая нам подарила эту работу, рассказала, что во время блокады она отправила дочку в эвакуацию с подушкой, а на ней наволочка вот с этой вышивкой. И потом, после войны, она опознала ребенка по этой вышивке. Живых котов пристроить сюда тоже не получится. Хотя музей подумывает о том, чтобы поселить у себя еще одно животное какой-нибудь очень редкой породы. Полезный совет – лучшее время для визита сюда – будний день, когда мало людей. Тогда все внимание кошачьего коллектива будет направлено на вас. Вот и все, о чем мы успели рассказать вам сегодня в программе НЛО. На этом я, Александр Мальчев, с вами прощаюсь. Но если вы знаете что-то, чего не знаем мы, обязательно отправьте нам письмо. Адрес вы видите на экране. Мы его прочитаем и приедем снимать к вам. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин